Всем привет! С вами наша постоянная рубрика Extra Virgin. Рубрика, в которой мы отжимаем самые свежие, самые интересные новости со всего мира. Ну что же, на этой неделе у нас самое свежее и самое интересное, это, конечно, развод. Развод, угадайте, кого? Конечно, самой яркой и самой красивой пары Голливуда, Бреда Пита и Анжелины Джоли. Да, все-таки бросил, бросил, говорят по одной из версий, Бред, вернее, бросать-то не хотел, изменял, за ним подглядывала Джоли, нанимала сыщика, и оказалось, что он ей не верен. Кто там у нас претендентка? На сердце Бреда Пита, ну, расходятся мнения, большинство сводят к тому, что Марион Котиар, 40-летняя француженка, заменит скоро Анжелину Джоли, а есть версия, что фигурировала еще в этом любовном виде. Гвенит Пелтру. Гвенит Пелтру, да. Тоже, кстати говоря, немолодая. Немолодая, не молодая. Кстати, вы знаете, оказывается, Дженнифер Энистон, я не знаю, на самом деле, была одно время мужа, женой Бреда Пита, вот, и у нее тоже взяли интервью. Что она там сказала? Ну, а она сказала, что это вполне предсказуемая история случилась с Анжелиной Джоли и Бредом Питом, и что был вопрос времени, и, собственно говоря, она испытывает удовлетворение. И вы знаете, как охарактеризовала эта гражданка? Сказала, что Анжелина Джоли слишком сложна для Бреда. Нормально, да? Вот с этим месть какая мелочная. Дженнифер Энистон, как-то не знаю. Еще вам несколько версий дадим, которые публикуются в средствах массовой информации. Виновата Джоли, потому что если брак обречет, то вините жену. Как всегда нашли крайнюю женщину с шестью детьми. Еще бытует такая версия, что, оказывается, и Пит себя не очень достойно вел, и антисоциальное поведение демонстрировал, увлекался алкоголем, марихуаной. И, в общем, у него проблемы с управлением гнева. Да, гнева. Управление гнева. Еще одна версия – это дети, виноваты во всем дети. Это, мне кажется, самая какая-то грубая. Сынечная версия. Да, потому что Анжелина не согласна с педагогическими методами Бреда. А самое интересное, угадай, есть версия, что Джоли пришелец. Да, в завершении хит-парада, что Анжелина Джоли на самом деле является пришельцем, и поэтому, в общем, у них бы ничего не получилось с Бредом Питом. Мне иногда, кстати, правда кажется, что все женщины пришельцы. Понять вас? Ну, ты же знаешь, что мужчины с Марса, женщины с Венеры, поэтому… Вы прилетели сюда, чтобы захватить нашу глупую планету. Поработиться с пучками. Под заголовком «Эх, прокачу!» новость. Королева Англии Елизавета II, которой на минуточку 90 лет… Не, не на минуточку, я уже навсегда. Навсегда, да. Она forever. Она все еще за рулем. Села она за руль и прокатила свою… По поместью Балморал супругу внука Уильяма Кейт. Может быть, не очень любит супругу Уильяма? Да, решила от нее избавиться. С ветерком. Поездка прошла хорошо. Чарльз оказался не столь ловок за рулем своего авто, как вы помните, Чарльз – это ее сын, и сбил оленя. Вот, точно его печальные новости. Не только у нас ходят по дорогам олены, но и в поместье Балморал, где живет и отдыхает королева Елизавета II. Слава Дужникова. Все вы его знаете по фильмам ДМБ, а потом и по Ворониным. Вот, достаточно такой крупный человек с улыбающимся лицом. Ну, нельзя… Красивый, мне кажется, его нельзя назвать, симпатичный. Ну, он располагает к себе, потому что вообще женщины же любят, когда у мужчины глаза добрые. Серьезно? Женщины любят, когда глаза добрые, правда? Я думаю, что когда штаны обтягивают все, что нужно. Ну, это очень предметительно. Женщины любят, когда обтягивают все, что нужно. То есть не нужно это? Мужчины, глаза были добрые? Да, конечно. А дальше может все болтаться. Ну, вот видишь, он демонстрирует. Ну, не ври себе, не ври себе. Ты бы вышла замуж за Станислава Дужникова? Главное, чтобы человек хороший был. Да перестань ты. Глаза добрый, человек хороший, звезда. И фигура не имеет значения. Нет. Я бы его похудела. Я бы его похудела. Так вот, а здесь статья-то отвечает, как сам Станислав похудел. Похудел. Итак, он считает калории. Может себе позволить 2200-2200 килокалорий в день. Отказался от жареного, слишком жирного, соленого, сладкого и... Ох, алкоголя. И, конечно, спортзал, велопрогулки и бассейн. Весил он, господи, ты знаешь, сколько он весил? Боже мой. 159 килограмм человек весил. А теперь, скину за последний месяц, 10. Осталось всего лишь 40 килограмм. То есть он может весить 109 килограмм. Ну, он довольно высокий человек. Да. Поэтому для мужчины, в принципе, нормальная масса. Оказывается, ведь ты посмотри, у нас самая популярная профессия. Даже актеры, такие как Станислав Дужников, хотят теперь тоже стать телевидущим. У него даже стали. У него дебют состоялся в одной из программ. Все нас подсиживают, ты понимаешь. Вот только займешь какую-то нишу, засталдишь буквально, то Урган прибежит. Скажет, подвинься, да, у меня тут программа, то еще какой-нибудь. Главное, чтобы они в регионы не пошли. Не надо, друзья, в регионы. В Ярославле это наша поляна. Здесь все схвачивается. Бай-бай, адью, езжайте там с Кознером свою, это вот на этаж, наверное, вы. В Ярославле открыли горячие линии по подключению отопления. Даже вот само название меня просто вводит в какой-то кататонический ступор. Друзья мои, нельзя просто было горячее отопление открыть. Вероломно, без объявления войны, знаешь, в сентябре пришла осень. Да, совершенно не осень. А мы не готовы. Что делали все лето, непонятно, понимаете. Ну ладно, в общем, новость-то о том, что начинают давать тепло в соц. учреждения, в квартиры отопления подключат с 23 сентября. И в департаменте городского хозяйства на период пуска системы отопления открыта единая телефонная линия. То есть, если вам холодно, вы можете позвонить, и вам станет согреет. И станет теплым. Это была рубрика Extra Virgin, которую мы взяли и отжали. Но так как апельсинов у нас мало, отжимаем мы новости из интернета. Субтитры сделал DimaTorzok